Продолжение следует... Продолжение следует... Я беру вас теперь к Индии, к Восточной Гадзе. Это Фри-Ланка, это индийский субконтинент. Теперь перейдем к западной части Индии. Это Банградеш, это Myanmar. Далее Бангладеш, Ньянма. И вы знаете, Восточные Гадзе очень интересны, флора и фауна. Потому что, как вы можете видеть, они разделены от остальных Индии по морских рейнджам. И они дрыгают все в Индийский океан. Поэтому здесь обитают виды, которые находятся только здесь. Я беру вас в этой морской рейне, из Восточной Гадзи, к реке Калуарили. И я нашел в этом маленьком Греке очень интересные новые специи. Здесь, в реке Калуарили, я обнаружил очень интересные виды. A very nice new devario, female and male. Очень интересный вид devario, самец и самка. Роскошная краска. And in a very small Greek, you know, I have always this vision that there is one place, which I have not looked. And we're driving along this terrible road. And I did see no water. And suddenly I said to the driver, stop. Мы ехали по этой дороге и долгое время не встречалось ни одного источника воды. И вдруг я остановил водителя. And I walked up the hill and I saw this bed of a fallout creek. You see, there's no water flowing. It's dry. There was only water in this small hole here, when I walked up. На холме я обнаружил сухое русло ручья. Вода была только на небольшом участке. Now this water hole was, as you can see, about 80 centimeters wide. It was about 45 to 50 deep. And the depth, as you can see, 20 centimeters. No more. Now tell me, how many fishes, quantity of fishes, not species, how many fishes were in this small water hole? were in here? Next photo. There were 200 of this fish, of this barilios. 200 large fish. And it's a new species. They were surviving in this water hole. They all were about 8 centimeters long. You can see, 8 to 10 centimeters. They were happy and healthy. They were happy and healthy. In another real river, Chalakuti river, in Kerala. Вы знаете, я должен быть на традиционных одеждах. Вы знаете, люди все надеяли это. Поэтому я должен идти с ними. Я нашел еще очень красивый лодж, новая специя. В великей Чалагуди я обнаружил новый вид вьюна. И также здесь, в лесах Ассам, я хочу показать вам что-то. В этом маленьком лоджике, Джанития Хилл, его название было Симпло Крик. Это было только 10 градусов. Очень холодно. Вы можете видеть меня. Это типично для моряных рейтинга Индии, особенно в январе и феврале. Это типично для моряных рейтинга Индии. Это было очень холодно для меня, поэтому я собирал рыб с берега. Я хочу видеть, сколько рыб у нас здесь. Я хочу показать мне, это типично, когда я собираю. Я хочу показать мне, где рыба в этой сети. Вот это очень типичная ситуация для меня. И покажите мне, пожалуйста, где же рыба в этой сети. Та же самая фотография увеличена. Та же самая фотография увеличена. Это очень самая фотография, просто увеличена. Вы можете видеть на следующем фотографии. Видите, там был рыб. Вот где была рыбка. Это все самая фотография. А теперь посмотрите, что за фантастическая рыбка. Это взрослый самец, всего 9 мм в длину. Вы видите, это проблема, который мы имеем в мире. Люди никогда не понимали, что есть так много рыб на этой планете. Это где все остальные специи не обнаружены. И я спрашиваю их за годы и годы. И пытаюсь их представить. Это идеальная рыба для нано-акуариума. В том-то и проблема, что многие люди не замечают даже таких мелких рыбок. Они думают, что их просто нет. А ведь это идеальная рыба для нано-акуариумов. Я беру вас в другую часть нордественной регионией в Индии и покажу вам какие-то интересные рыбки. Я нашел здесь. Вы только можете их путешествовать путешествовать. Это неизвестный рыбок. Это неизвестный рыбок. Далее я расскажу вам о регионе, о северо-восточном регионе Индии, где я также открыл новый вид рыбок. Туда пришлось добиваться по висящим мостам. Это Нага-ланд. И в этом районе в 2009 году я нашел эти красивые новые пункты. очень красивые мужчины и женщины. В 2004 году я обнаружил в этом регионе новый вид Унциус. Я нашел этот фантастического Даню. Также я нашел фантастического Даню. Очень яркие цветы. Очень красивый анальный плавник. очень яркий синий цвет и очень красивый анальный плавник. Теперь переместимся в Южный Иран. В этом хабитах я хочу изучить циклит, который живет здесь. Эндемик, Ираносикла, Омозенсис. Здесь обитает эндемичная циклида, Ираносикла. И он живет в этом остальном воде, который очень сладкий сейчас. Потому что Иран остается и нет воды. Поэтому они нужны атомной энергии не строят бомбы, как и американцы думают. Здесь, как вы видите, вода очень соленая, так как Иран пересыхает. Поэтому у них там нет гидроэлектростанций, им приходится строить атомные электростанции. И нужно проходить очень далеко и все, если хотите делать какие-то исследования. И нужно проходить большие расстояния и все нести с собой, если хотите провести какие-то исследования. Повсюду соль. И это очень далеко и очень далеко и очень далеко и около 100 километров от моря от структ Холмус. Это около тысячи километров от побережья океана. Здесь очень маленькая вода здесь. Совсем небольшой водоем. И это один из коллективных сайтов. Видео не работает. Видео работает? Видео работает? Видео работает? Не, 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 а не, не, а не, В этом месте питания я обнаружил очень красивую фарнюса. И также один из Ираносиклахомоэнзис. Я им дал номер, потому что я был в Иране пять раз в Иране, и я обнаружил четыре различные популяции. Это то, которое я называю «режная» популяцией этого сиклита. В Иране я обнаружил несколько популяций данной циклиты. Эту я называю «красной» популяцией. Эта рыбка соскребает пищу с камней. Длина рыбки 8, максимум 10 сантиметров. Очень красивая. И я обнаружил, что это моя популяция номер три. Они живут вместе с клоунами. Третья популяция обитает вместе с морскими рыбками. Но эта циклита может обитать и в пресной воде. И здесь она показана в пресной воде. Это черная популяция. Очень красивая. Это черная популяция. Очень красивая. Но я обнаружил это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова